друзья такого вы еще не видели балка с большим количеством приколов будет интересно поехали эта штука имеет дхошку с режимом rgb то есть имеет 7 подсветок разного цвета для любителей вообще скажем ярких интересных приблудом для автомобиля плюс есть дальний и плюс есть так называемый рабочий ход мы покажем в конце как это все выглядит как реализовано сейчас переходим к техническим моментом мы привыкли что балка имеет вот такую форму бывает узкая длинная бывает выполняющую функцию ближнего дальнего противотуманки еще как-то эта штука наворотили всунули все что можно это тот агрегат который сегодня у нас на обзоре это абсолютно эксклюзив это одна штука привезенная компании drive x это совершенно не реклама ну реклама это нельзя назвать потому что эта штука одна и она больше привозиться в украину не будет это эксклюзив сделана эта палочка на самом крутейшем в китае заводе называется аврора все скажем джипперы те кто любители 4 на 4 все знают эту торговую марку потому что они делают самые козырные балки которые смело конкурируют с теми стою с той же самой хела и с тем же самым арб поэтому вот это конкретно их не творение о чем они до конца думали создавая это скажем уникальное творение нам не понять мы попытаемся скажем поговорить о функционале этой штуки и подумать вообще для чего ее можно бы можно ее использовать фактическая потребляемая мощность на приборе у нас показывает 97 ватт то есть это без малого 90 ватт будет лупашить вот это вот балочка которая ну насколько это ярко мы сейчас посмотрим цифрах на приборе что нам покажет люксметр в самой плюс для управления вот этой штуки есть отдельный блок управления это пульт который будет у вас в автомобиле где-нибудь на приборке или там возле руля плюс соответственно еще есть вот отдельно кнопочка почему нельзя было сделать это все в единую систему до конца тоже не понять но тем не менее то есть есть кнопка эта кнопка запуска это кнопки управления вот этой чудо балки балка имеет 55 сантиметров и ширину 12 почему я говорил что неизвестно куда эту штуку ставить в теории эта штука обычно ставится на бампер или под бампер такую штуку для того чтобы ее установить скажем так это должен быть настоящий джиперский бампер потому что ее вес ну-ка привыкли до китайская значит легкая из пластмассы нифига здесь она весит как хорошая гантель а мы сейчас даже замеряем на весах чтобы понимали вообще серьезность положение 3 килограмма ровно это вес вот этой вот штукенции для чего ее сделали такой мощный ну скорее всего для надежности чтобы она если и установить именно тот самый джип как это по классике происходит чтобы она выдержала наверное какие-то физические нагрузки в комплекте с балкой идут стальной даже думаю скорее всего нержавеющий крепеж который ну такими серьезными болтами можно соответственно прикрутить туда туда прикрутить и я не исключаю что эта тема была придумана для америкосов почему потому что они торчат на свои джипы сверху ставить вот эти вот как бы сигнальные огонечки то есть я не исключаю что такую балку ну сами сам производитель придумал именно для этих целей но более идет жгут проводов с соответственно с предохранителем с кнопкой включения выключения плюс соответственно идет силовой реле пока мы сейчас снимаем ролик включено скажем включается периодический свет сама релюха уже достаточно сильно нагрелась мощность ту которую вы видели почти 90 ватт она естественно где-то должна отображаться и скажем так релюха греется и плюс идет на длинном проводе управляющий наш пульт все сделано очень качественно идут гидроизолированные разъемчики которые ну скажем так опять же если это джип и если он нырнул где-нибудь по горло водителю в лужу то эта штука должна еще продолжать работать сделано все очень качественно используется abs пластик светодиодная подсветочка сейчас мы переходим к стенке посмотрим как что эти кнопочки вообще для чего не сделаны еще не предназначены обратите внимание что очень по-разному под разными углами и разного типа светодиода используются усеяна сама балка внутри дальше идут под отражатель и прямо направленная впереди ключ на старт запускаем наш агрегат то есть всегда при включении балка промегивая дальним светом и это вот видно на стенке зачем это было сделано опять же я не до конца понимаю но тем не менее такой функционал был заложен плюс начинаем пользоваться нашим пультом кнопка включения классический и у нас есть два получается управляющих управляющих кнопки которые переводят эту балку из режима крайний правый это дальний свет и чем больше мы уходим в левую сторону тем больше мы уходим в более рассеянный свет и это так называемый ходовой свет рабочий в коту при к при котором ездят обычно по лесу по полям то есть это без какого-либо фокуса и акцента в центре достаточно все примитивно и понятно плюс еще есть такая кнопка которая так называемое включение дальнего света либо включение ptf как вам больше нравится то есть в одно нажатие мы переходим от из крайнего положения в крайне есть кнопка переключения rgb это переключение наших дых его для того чтобы изменить цвет нашей подсветки наших дыха шек мы удерживаем кнопку и переходим на нужную для нас цветовую температуру при повторном выключении и включении то тот свет который мы выбрали он у нас остается зафиксирован при желании мы можем соответственно его изменить штука эксклюзивная штука прикольная для любителей для фетишистов для любителей чего-нибудь необычного эта штука должна зайти в масс-маркет конечно же этот продукт не пойдет если у вас есть крепкая крыша или у вас есть крепкий бампер есть в единственном экземпляре можете обратиться к нам на магазин после ролика я думаю какое-то время это одна палка будет в продаже у вас будет возможность ее купить под именем dryx привозятся с авроровского скажем завода привозятся балки поэтому сама по себе контора очень крутая делает качественный продукт надежный и в принципе очень съедобный если понравился наш ролик поставьте палец вверх напишите свой комментарий если вы считаете что эту штуку можно как бы только ну не знаю просто по приколу если вы видите ее назначение тоже напишите в комментариях нам это все интересно мы читаем и отвечаем на ваши комментарии всем счастливо всем пока а и а а и а и Субтитры подогнал «Симон»